я записываю это сообщение чтобы передать его командованию пола инжиниринг код 213 в этом дневнике хотел бы я вам рассказать о таком необычном динозавре как бэби аузавр который является в принципе необычным теретинозавридом в отличие от своего крупного и грузного собрата который обитат в густых лесах и этот вид в течение многих лет стал полуводным в воде они весьма неуловимы и мне потребовалось много времени чтобы выстрелить его на нашей подводной камере которой они проявили недюжин интерес но почему их неладно они быстро уплыли нам удалось запечатлеть некоторые уникальные кадры которые указывают на то как превосходно бэйпи чувствует себя своей родной водной стихией несмотря на его кровожадного и ненастного соседа тайна зуха бэйпи приспособился защищаться и быстро уплывает но также я подметил у него поразительную способность к регенерации она происходит быстрее чем большинство существ особенно в воде хочется добавить что этот динозавр всиятен и может питаться как мелкими животными так и растениями эта диета гарантированно дает им возможность выживать и вполне успешно обычно бэйпики еще идут днем обычно в близости воды рост в речном или в поисках рачков и других живых организмов но он ночью они используют свой маленький размер чтобы вылезти на сушу и пощипать травку при этом мы также подметили что бегают они вполне неплохо и могут покрывать большие расстояния даже не смотря на них перепунчатые лапы даже мы хотим заметить что бэйпи очень территориальный и определенная группа особей обитает на конкретном участке реки либо же болото тем самым сталкиваясь друг с другом эти группы стараются решить исход боя редко бывает когда друг группа просто расходится обычно они дерутся и дерутся до смерти но также не проявляют огречивающих более крупным видом таким как сегазавр и пенотозавр хочется также подметить что бэйпиозавр неплохо дерется и с хищником ведь его когти представляют значительную опасность для таких охотников как амнираптор тарадон ну и чуголь-клоты и более мелких особей крупных видов таких как корнотавр и саратозавр плавая на нашей лодке по болоту мы видели как эти существа подобные дельфины выпрыгивают из воды и поначалу мы воспринимали это как игру и как проявление любопытства с их стороны и потом мы поняли что они нас отвлекают от самок с детенышами которые устроили себе гнезда приближных зарослях камышей даже хочется подметить что их способность к прыжкам не раз спасало их от смертельных челюстей да и нас духа но на земле бэйпиозавр немного не у клюш но он компенсирует это своим острым клювом и не менее опасными когтями мы даже закут задокументировали такой случай как бэйпиозавр выстрелила стая тарадонов в итоге была драка вследствие которой бэйпиозавр вышел победителем а большинство большая часть стая тарадонов лежал на земле мертвой лишь небольшой частью удалось спастись и убежать в лес изучение бэйпиозавра для нас представилось вполне реальным так как эти особи в принципе любопытны и даже бывать с интересом подходит к людям но главное помнить что лучше не делать резких движений сдавать громких звуков иначе они испугаются и пустят в бой свои когти от которых порой очень трудно повернуться и бывали даже случаи когда они такими ударами могли порезать тебе кожу и даже отсечь руку или пальцы да поэтому лучший способ для их привлечения это водоросли либо же сырой картофель который они так любят тоже по поводу миграции бэйпиозавров мы заметили то что они очень любят передвигаться они все время держатся на одной местности лишь изредка выплывая за ее пределы в поисках пич на гейтвее мы заметили этих особей резвящихся в море учитывая то что там преобладает больше водорослей которые являются их любимой едой тем временем как особи на спира отличаются от особей на гейтвее учитывая то что за малого количества съедобной пищи особи спира они более худые и что хочу подметить они кстати более быстрые на суше чем те которые живут на гейтвее потому что как вы знаете что на гейтвее у нас хорошо развита система рек по которой они активно передвигаются на спира рек у нас не так уж и много по нашим подсчетам всего две реки и на них мы замечали всего лишь пять грубые пиозавров это по нашим тепловым картам мы заметили большое скопление все-таки находящийся на болоте мы хотим продолжить свои исследования и можно таки даже сказать приручить этих маленьких и любопытных зверьков но я не уверен что мы этого не удастся сделать довольно таки быстро так как у вас к приручению на скорость включения обладают далеко не все виды конец связи передаю код доступа уроков из ласпира код 214 фаза 6 и 5